Приватизируй сколько хочешь. Государственная программа бесплатной приватизации, которая должна была закончиться 1 марта 2017 года, продлена бессрочно. Начинали ее в далеком 1991 году. За это время частной собственностью стало 70% всего жилфонда. Оно и понятно, чиновники жильцов муниципальных квартир терапили даже тех, кто от приватизации сам отказывался. Так, например, было с жителями многострадального омского поселка переселенцев из аварийного жилья Рябиновка. Туда не раз приезжали представители мэрии и советовали новоселам не тянуть время с оформлением квартир в собственность. Однако стать хозяином согласились не все. На балансе города до сих пор тысячи муниципальных квартир. Почему люди отказываются от собственного жилья и почему государство продолжает так настойчиво этот подарок предлагать? Ольга Качкурова разбиралась. Вот смотрите, что у нас творится. Вот такие туалеты у нас. Старшая по дому бывшего общежития Нововилова 236 Валентина Писарева показывает свое ноу-хау. Целлофановый навес на потолке. Конструкция защищает головы жильцов. Из-за сгнивших труб санузла на втором этаже на первый просачиваются нечистоты. В этом доме приватизировано пять квартир. Хозяева остальных 17 не хотят брать на себя ответственность и расходы на ремонт. А что приватизировать? Я понимаю приватизировать. Крыша вся течет, весь второй этаж плачет. Крыша течет у нас. Сейчас дожди пойдут, все. Там поток у людей. Подвал зайти нельзя. У нас воды. Это ужас сколько. А вот в доме 75 по улице Латвийской все жильцы своей квартиры оформили в собственность почти с начала приватизации. Вот только теперь свои собственности не рады. А у нас даже фонда нету здесь. Понимаете что? Окна в землю вросли. Дом признали аварийным, но в программу по переселению его не включили. Ведь по закону чинить даже разрушающиеся приватизированные дома – дело собственников. О том, что у приватизации есть и минусы, многие поняли не сразу. Документы оформляли, не разобравшись в тонкостях. Как Марина была у нас старшая поддома, она сказала, давайте черненьки все сложимся и все вместе сам это приватизируем. А плюс и минусы приватизации были? Не знаю, как собственники теперь, если что, ремонт приходится как собственника самим делать. За 16 лет действия программы приватизации по всей стране в собственности жильцов оказалось около 70% жилого фонда. Но сегодня на балансе Омской мэрии осталось 13 205 жилых помещений. На их содержание городские власти тратят примерно 1 миллион 300 тысяч рублей в год. По мнению депутата гурсовета Елены Свешниковой, администрации невыгодно содержать это жилье. Более того, чиновники специально не заключают с жильцами договоры социального найма. Сама Елена, к слову, живет в муниципальной квартире и при этом принципиально не платит за коммунальные услуги, ссылаясь именно на отсутствие такого договора. Свою позицию депутат Свешникова теперь отстаивает в суде. В договоре соц. найма прописано, что наймодатель обязан содержать в надлежащем состоянии имущество, должен предоставлять качественные коммунальные услуги, в том числе и содержание жилья, в том числе и потребление в квартире и воды, и света, и тепла. И все это выставляться должно одной квитанцией, и платиться должно наймодателю. Жильцам муниципальных квартир не надо платить налог на собственность и взносы фонд капитального ремонта. Зато тем, кто квартиры приватизировал, такие соседи хлопот прибавят. По закону, чтобы построить в доме парковку или отремонтировать крыльцо, собственникам нужно проголосовать за это. А представители муниципалитета на такие собрания не ходят. Собственникам, которые приватизировали квартиры, практически всем нужно собраться, чтобы принять решение по простому большинству. И они не смогут никогда принять решение по квалифицированному, если квартир больше 30%, больше 35% принадлежит муниципалитету. Бессрочное продление приватизации жильцам разваливающихся зданий дает шанс получить за квадратные метры хоть какие-то деньги, если они продадут квартиру. Пока еще это возможно. Или все-таки получить новое жилье, если дом будут расселять. Ольга Кашкрова, Алексей Попов и Евгений Слепов. Омск здесь. Ольга Кашкрова.